Мы сейчас будем знакомиться поближе. Меня зовут Шимон. Вы знаете, как ни странно, я поменял свое имя, потому что в Америке мне не нравится мое имя. Меня зовут Сергей, фамилия Брикса. Мало того, что Брикса фамилию никогда не могут сказать, особенно где-то Бриско. Потому что в английском, если перед Кей Си не стоит, они Бриско говорят. Хорошо с фамилией. Но мне не нравится что-то ваше направление в бане. Я просто взял и когда получал американский пастл, поставил Саймон. Шимон. Сейчас у нас там вообще меня все зовут Шимон. Ну мне подходит, правильно? Шимон Брикса. Хорошо. Ну что, я тогда начну свою такую историю. Вы знаете, я родился в неверующей семье в городе Минске в 86-м году. Я не знаю, как-то посчастливилось мне или, может, я не знаю, как это сказать. Но, наверное, посчастливилось, потому что у меня нет никакого музыкального образования. Вообще у меня 8 классов, 9-й коридор. Вот такое. Вот хотел стать футболистом, потом так вроде музыкантом, и уже музыка у меня заняла полностью все мое. В 86-м году я устроился в Белорусскую государственную филармонию и работал в группе Верасы. Помните, в Малиновке я заслужил? Вот я играл там барабанщиками с детьми Поплавской и Александром Тихановичем. Зарабатывал я 400 рублей. Нормально было? Кто помнит, 86-й год. Мама на часовом заводе – 120. А у меня – побольше. Но, вы знаете, эти деньги, они не приносили радости, счастья. Вы знаете, каждый человек хочет быть счастливым, не знаю, богатым. Вот, ну вот, ну вот, не приносили, потому что все куда-то уходило. Вы знаете куда? Человек молодой, 20 лет мне было, когда устроился в Белорусскую государственную филармонию. Я работал там три года после этого. Группа уже разваливалась. И мы с моим клавишником решили сделать группу. И мы хотели играть совершенно другую музыку. Нам не нравились вот эти песни. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Все такое вот было. А это хорошие песни. Я ничего не хочу сказать. «Малиновка». «Малиновки» я заслышал это. Это наша жизнь в России, бывшая в Советском Союзе. Но я хочу сказать одну вещь, что как-то меня тянуло все к западной музыке. Вот, хотелось... Так, это вот не шевелюра такая была. Голосы длинные, знаете. И... В 89-м году я сделал эту группу и назвал ее «Рефлекс». Но это не та, которая сейчас группа. Это совершенно другая. Мы играли совершенно другую музыку. И мы в Москве сняли клип для утренней почты. Мы сделали цветные плакаты. Нас начали крутить по радио белорусскому. И казалось, вот у меня открывается карьера. Можно чуть-чуть вернуть монитор? Чуть-чуть. Чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть. А то может заводится. Мне так чуть-чуть хотя бы. Вот, ага. И... 91-й год. Я захожу со своим другом в автобус. И мы едем и громко разговариваем. О музыке, естественно. И вот примерно как вот этот графин с водой стояла девушка. Ну, я как бы так посмотрел на нее. И получилось, что она в это время посмотрела. Глаза в глаза. Сердце чуть-чуть раз. Я думаю, надо подойти. Что ж спросить? Ну, неудобно. У которой час девушка? Я думаю, ну все, надо что-то спросить. Покажу, говорю. Девушка, извините. А какая вам музыка нравится? Вы любите музыку? Она так на меня посмотрела. Говорит, да. Нравится. А говорю, какая? Я думаю, ну я же все стили знаю. Музыкант. Отсюда до сюда. Она говорит, христианская музыка. Я... Что такое? И вдруг я хотел у нее что-то спросить. Автобус остановился. Она выскочила. Я вернулся к своему другу. И я так в шоке. У меня как бы вот глаза эти, музыка. Думаю, какая-то необычная девушка. Ну, первый день я думал о ней, второй я думал о ней. И я уже думал... Я запомнил на какой остановке она высела. Думал, наберу бутербродов утром и стану бутербродить ее в 6 утра. Ну, я этого не сделал. Я забыл. Вторая неделя прилетела, третья. И вдруг я иду по городу со своими друзьями-музыкантами. И чувствую, что я немножко как-то от них отстаю. Они говорят, давай, Брикса, быстрей. Ты тянешься там. Что ты тянешься? Я иду, иду. А сам какой-то озабоченный. Вы знаете, что куда-то у меня в сторону что-то вот. Какая-то сила, я даже не знаю. И вдруг напротив идет девушка. Идет, идет девушка. Прямо она... И мы иду, и я поднимаю свою голову. И, короче, смотрю, смотрю. И вдруг мы вот опять ловим взгляд друг в друга. И я вижу те же самые глаза, что в автобусе. Три недели спустя. И я говорю, девушка, она немножко испугалась, отскочила. Ну, мало что, бандиты такие. Она на меня смотрит, говорю, вы меня помните? Она так смотрит. А я в кепочке был уже, так прохладно. Я срываю кепку. И говорю, помните, это я в автобусе был. Она, да, я вспомнил. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. А ребята мои бликсы кричат. Я говорю, сейчас, сейчас. Сердце еще больше у меня вот. Я говорю, ну, а как с вами связаться? Ну, интересная встреча. Она говорит, ну, у меня телефона нет только рабочий. Да, у меня рабочий телефон. Тут я уехал, какие-то гастроли мы уехали. Я вернулся, звоню. Значит, звоню, поднимается телефон. И там, короче, какой-то дядя меня, всеми словами, там какой-то стук идет. И говорит, что она мне за телефон дала? Ну, вот и не повезло. Потом, опять с вами второй раз, поднимает женщина и говорит, да, да, мы правильно попали. У нас здесь идет ремонт. Здесь какие-то пьяные рабочие работают, поэтому. Я говорю, Ирина есть? Ну, где? Она говорит, да, она в другом офисе, но что здесь ремонт. Ну, вот она пришла к телефону. Мы с ней встретились. Кто-то был в Митске. Кинотеатр «Октябрь». Я не знаю, как с ней общаться. Что мне ей говорит вообще? Кто она такая? Ну, хочется узнать. Ну, вроде девушка симпатичная. Может, она какая-то гимнастка. Или, может, там… Ну, не знаю. Ну, я думаю, как начинать? А музыки, может, продолжить? Да. А почему вот о музыке ты сказала? Вот какая музыка? Христианская. А почему? Ну, говорит, я верующая. Я так. Ты в чем тут верующая? Окей. Ну, дальше идем. Потом говорит, я говорю, ну, а папа, мама, у тебя есть? Да, есть. А братья и сестры? Да, одиннадцать. Вот оно все и начинается. Я так говорю, ну, попал. Думаю, ну, при чем здесь вообще одиннадцать? Ну, моя мама с нами двоими не может справиться? Я думаю, ну, все, ну, ладно. Куда же? Куда ты вообще? Куда оно все идет? Я так присматриваюсь к ней и думаю, ну, что ж это интересно? Что ж такое случается? Ну, говорю, ну, хорошо. А в какую церковь ты уходишь? Кто твой Бог или как что? Ну, я вот как музыкант. Ну, вообще, как вот человек, который вообще ноль в этом. Он говорит, я посещаю молитвенный дом на улице Собиного, там, там-то, там-то, я не знаю какого. Ну, и она меня приглашает в служение. В ближайшее воскресенье я звоню своему другу, потому что мой друг там рядом жив. Это частный секта. Помните, молитвенные дома, протестантские церкви, пятидесятнические. И вдруг мой друг говорит, я говорю, Антон, пошли, сходим. Он говорит, куда? Ну, там у тебя возле какая-то церковь есть. Катя, у меня церкви нету. Я говорю, ну, там, вот там, где-то на улице Собиного. О, так это же секта, ты что, там же в жертву тебя принесут. И тут я полностью потерялся. У меня мысли мои скакуны, как у Газманова песни. Мои мысли. И тут я начинаю думать, точно это секта? Они берут красивых девушек в мир, они завлекают. Ну, у меня такое творилось в голове, вот как у ребенка, вот просто вот такой сумбур. Настает воскресенье, я все-таки звоню своему другу и говорю, Антон, пошли, пожалуйста. Я не пойду. Ну, блин, ну, пожалуйста. Он ради меня пойдет. Ладно, он пришел, привез бутылку вина. Мы ее разные, я там поменьше, он побольше и так. Такие смелые в церковь. Открываем ворота. Написано, первая минская церковь крестьян веры евангельской. Заходим бабушки. Аллилуйя, слава Господу. И прямо садят нас в центр. Мы раз сидим, начинается служение. В стороны посмотрели, они бабушки, дедушки, а где же молодежь? Еще больше коленки трястись стали. Смотрю, они на балконе все сидят. Ну, выходит хор, человек пятьдесят, служение. Я думаю, когда оно закончится? Уже быстрее. Я уже сам молился, не знаю кому, чтобы только побыстрее-то. И вот закончилось служение, она подошла к нам. Ну, как, ребята, вам понравилось? Говорю, нам так понравилось. Можно давайте выйдем с территории вашей на остановку? Это был мой первый поход в церковь, в собрание. Потом постепенно она сказала, если ты хочешь со мной общаться, приходи в служение. Я иногда позванивал на работу. Иногда заезжал, мы могли сходить там на кофе. И я начал приходить в собрание. Я начал присматриваться к этим людям. Кто это такие верующие? Зачем? Зачем Бог? Зачем такая девушка красивая верит? Зачем мне это? Зачем это? Подарили мне Евангелие. Потом я посмотрел фильм Иисус на Зазаре на три часа. Немножко начал понимать. Немножко мне стало интересно. Потом приехал Виктор Клименко в наш город. Знаете, есть такой певец в Финляндии. Он рассказывал свидетельство. Точно так, как я вам. Ну, просто так, в простоте. И я, можно сказать, как поверил. Потому что он музыкант, и я музыкант. Я открыл свое сердце. Но я струсил выйти вперед, покаяться. Это было во дворце культуры. Было тысячи людей. И я думаю, если кто-то увидит, в такой бригсе выходит на покаяние. Если вы где-то в шалаше, в каком-то темном, чтобы никто не видел. Вот это я могу. Но знаете, внутри был такой зов и переворот. Библия говорит, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Бог начал бросать эти зернышки в мое сердце. Я начал приходить на служение. Я уже начал понимать, вот Иисус, вот апостол Павел, вот Моисей, Авраам, вот почему так, вот что произошло, для чего это, а это для чего, а почему, а кто это написал. И интересно стало. И вот я продолжал работать на своей старой работе. И нас уже вот такая вот, должна помнить, в начале говорил клип, сняли для утренней почты. Вот артисты, тут как бы у меня в жизни такой момент, где мне нужно что-то выбрать. Я не знаю, подожди, а я смотрю, там тоже была музыка. Ну как бы она мне не очень нравилась. Хор пел, ну естественно меня туда не взяли. И я как бы думал, ну я по-другому чуть-чуть вижу музыку, так это все было простенькое, ну это хорошо как бы. Но я, она мне всегда, эта девушка говорила, что Бог хочет поменять твое сердце, хочет тебя спасти, спасти твою семью, чтобы ты слушал Господу потом. Я говорю, а как слушать, что я могу делать? Ну что надо делать? Он говорит, ты можешь продолжать быть музыкантом. Но я как бы в это не верил, я не знал, потому что я попал немножко в такую среду, где немножко чуть-чуть вот так поджим такой. Вот этого нельзя, вот это чуть-чуть немножко и не притокнуть. Так вот это, вот это, чуть-чуть так. Ну нормально, я как бы проходил такое смирение в своей жизни. Но самое главное не в этом. Самое главное внутри я жаждал Бога, я уже начинал понимать, вот-вот этот момент должен настать, покаяние, но я не знал, когда это будет. И на одном из служений я стоял возле стенки, и пастор говорит, кто хочет помолиться? Давайте выходите, будем молиться. Покаяться может кто-то вы. Я руки так закрыл и через щелочки смотрю, кто идет. О, пошла, иди. О, пошел. И только я об этом подумал. Ноги затряслись так, внутри меня такое начало твориться, что я, ноги пошли сами, я упал на колени, я плакал в тот момент, и я отдал свою жизнь Господу. А вот это. Ну, честно хочу сказать, а мы поем об этом, проповедники об этом проповедуют, но пока сам человек не соприкоснется с Господом, с Духом, такой вот внутри, такая легкость, ты чувствуешь. Но потом начались проблемки. Мама же хотела, чтобы я был артистом. Значит, узнала каким-то образом она, что я связался с какой-то девушкой. Каким-то образом она нашла телефон. Она позвонила этой девушке и сказала, если ты к моему сыну хоть на шаг, я тебе глаза выцарапаю. То есть она была полностью, дома начался кошмар. Потому что мама мои песни по радио услышала. Естественно, ей было приятно. Мой сын поет. Она хотела меня видеть артистом. А вдруг я начал говорить о Боге. Брат на меня говорит, ты что, сумасшедший? У тебя такое будущее, Москва. Концерты, все такое, знаете. И вдруг я что-то начинаю, как бы, ты что, хочешь все это самое? И я как бы внутри люблю музыку. Как бы, знаете, вот, это для меня вся моя жизнь. И тут как бы, ну, думаю, ну, вроде же от музыки отказываться не надо. Ну, а от Господа это вообще откажите. Это вот сейчас вот на лесах или Господь, или музыка. Аминь. И потом я увидел, что Господь это моя музыка. Аминь. Он моя музыка, он моя песня. Я начал понимать, что Бог мне дает шанс. И я чувствовал внутри, чувствовал внутри, что я должен что-то поменять. Приходил я с друзьями. Были, конечно, такие угни. После этого мы работали со своей группой в театре эстрады. Ядвиги Поплавской и Александр Тихонович. Это солисты группы Веросы. Саша, помню, со мной имел такой разговор. Он говорит, Сережа, ты пойми, я тоже верующий. Он достал немножко крестики, показал мне. И я говорю, я тоже, я тебя заведу к митрополиту Андрею. Все нормально. Ты не должен бросать музыку. Я говорю, Саша, я тоже верю в Богу. Нет, Саша, ты меня не понял. Я поверил в Господу. Нет, но я тоже. Нет, просто ты меня не понял. И вот это было. Даже был до того момента, когда он скрутил какую-то бумажку. Бросил мне в лицо. И такая была... Как бы я вот чувствовал, что... Он говорит, да, Брикса, выбирай. Ты вот выбираешь. У тебя карьера. И друзья все мои говорят, Брикса, что с тобой? Ну... И все посчитали. Ты помнишь Сергей Брикса? Он что-то с ним случилось, куда-то попал. Ну, знаете, после этого я заключил завет с Господом. Я пошел за Господом. Я все-таки отрезал то, что мне нужно было отрезать. Потому что Библия говорит, не может человек служить двум господам. Не может также из одного источника сечь горькая и сладкая вода. И вот я, короче, пошел за Господом. Вы не представляете, как меня Бог благословил? Эта девушка стала моей женой. У нас три сына. Слава Богу. И я... Мое имя записано в книге «Жизнь». Что мне еще надо? Отлично себя чувствую. Мне сорок восемь. То есть, я приезжаю вот сейчас уже после того, как я уверовал, Бог благословил мою семью, служение. Я приезжаю в Минск иногда, спрашиваю, мама, а где тот парень? Нету. Он умер от наркотиков. А где тот парень? Он умер от алкоголя. Пиво какое-то дешевое от чернила. Вино у него ноги отказали. Я думаю, ну что ж ты будешь делать? Ну вот. А потом я подхожу к зеркалу и так себя говорю, господи, а если б я... А если б этот муж-галилеянин прошел мимо меня? Но есть такая песня, он не прошел. Правда? Вы знаете, есть такая старая... Муж-галилеянин меня не... Да. Ну, там барабанов не было. Я добавил. И вот такое мое свидетельство. Вы знаете, я хочу еще раз сказать, похвастаться господом. Правда? И мы колесницами, а мы... Просто мне так приятно... Просто я не представляю... У меня такое ощущение, что я никогда не был неверующим. Вот кто из вас, кто покаялся, принял господа недавно? Да? Все ж как бы мы... Может кто-то из верующих. Вот Виталик, он из верующей семьи. Но я думаю, что Виталику все равно пришлось нравиться. Правда? Не просто... Ты родился, все, и вот я уже... Все равно надо какой-то момент, когда ты осознаешь, что говоришь, Господь, вот я, вот ты, ты говоришь ему слова. Бог очень сильно меня благословил. В 93-м году я записал первый христианский альбом. Ну, как бы вот, о Боге. Песня «Мефремская звезда рождественская» и отдал на радио. Ну, у меня же по старым связям. Оба просунул ее. И звучит моя песня, и вдруг я получаю звонок. Алло, Сережа, это ты приешь песню? Да, я пою. Очень хорошая песня. Я говорю, если мы тебя приглашаем на фестиваль. А ты, что за фестиваль? Ну, такой рождественский концерт, там будут сябры, оркестр Михаила Финберга, который «Угадай мелодию» озвучивает. И я говорю, окей, хорошо. И я, короче, думаю, ну окей. Я говорю, господи, дай мне вот... Все же меня похоронили. Понимаете, о чем весь прикол? Меня все похоронили. Помнишь, Брикса был? Помню. Ох. Как жалко. Такой музыкант был. Классно. Но, оказывается, я как бы умер. Но я воскрес. Я умер для старой жизни. И Бог меня изменил. И вдруг меня приглашают на этот концерт. Я еду, говорю, господи, благослови меня, чтобы просто твое имя было прославлено. И там была елка, и там надо было спеть песню с елки, взять какую-то конфету. Какие-то призы были. Ну, и я поехал, я спел песню, пошел, сел в фойе. Какую-то Видео двойку вытянул. Двойка, как, помните? Видео двойка, там, значит... Там... Видике, наверное, еще, я уже не помню. И вдруг я сижу в фойе, разговариваю с ребятами, подходят ко мне музыканты, так... Брикса, это ты? Я говорю, да. Начинают меня щепать, трогать. Он говорит, ты какой-то другой стал, у тебя глаза поменялись. Ты... Ты что? Ты женился, да? Ты все нормально, да? Ты верующий, да? И такие стрелы. Я такой, да, ребята, все нормально. И вдруг подбегает парень ко мне, тянет за руку. Быстрее, Брикса, тебя на сцену. Говорит, что случилось? Там такое, а быстрее что? И я захожу на сцену, и вдруг ведущий управляет. Второе место заняла песня Вифлеемская звезда Сергея Брикса по опросам. И мы дарим ему автомобиль Шкода. Я... 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 Я подумал, что, наверное, со мной что-то не то. Потому что... Я уже говорю, господи, папа, это что, шутки или так, или это прикол какой-то? Ну, как мог я, когда рядом такие вагоны и тузы, как мог я, я вообще не понимал. И вдруг они мне вручают ключи и говорят, это ключи, в понедельник приедешь, заберешь машину. Вот. И телевидение снимает. И потом это повторяли. И, короче, я приезжаю домой в три часа ночи со своим братом. И на ухо жене трясу ключами. И говорю, Ира, мне машину дали. Она говорит, вы где были, в баре или на концерте? Она не могла понять. Ну, ночью. Машина. Какая машина? Ложите спать. И вдруг я сам ничего не понимаю. После концерта подходит ко мне Анатолий Армаленко, который поет ая-ля, ну-брая-ля. Жмет мне руку и говорит, да, Сергей, поздравляю. Наверное, точно Бог есть. А друг мой тоже, который поет Беломежская пуща, группа Писнеры. Не буду говорить, как его зовут, чтобы не было так. Он говорит, я если бы знал, что машина, я бы другую песню спел. А третий мой друг, знаете, что сказал? Окей. Я знаю, почему Бриксы дали машину. Вот мы тут поймем про колбасу, про цветы, про любовь какую-то. Он выделился как-то, он про Бога спел. Вот я тоже буду про Бога петь. И он до сих пор не запел. Вы знаете почему? Конечно, потому что Бог не пришел туда. Сегодня модно петь Jesus, Jesus, God. Английские всякие певцы разные поют и используют слова. Но живет ли Господь там, внутри. И ты по-настоящему никогда не запоешь о нем. И этот парень до сих пор не запел. Конечно, он запоет, когда к нему придет Господь. Поэтому я могу много рассказывать о какой Господь чудный в моей жизни. Я просто очень благодарен Богу, что Господь как-то меня взял из этого. Тем более, сегодня я могу говорить. Сегодня открыты дороги в разные страны, чтобы говорить, петь, говорить о спасении. Во-первых, рассказывать свое свидетельство. Оно может быть простое для вас. Но я думаю, что у каждого свой путь к Богу, правда? И сегодня вы прослушали мое свидетельство. Поймете, что наш Господь, Он многогранный. Он по-разному работает со всеми по-разному. Вот со мной был такой путь прихода к Богу. И я ни капельки не жалею, что я стал верующим. Что я верю в Ишу, который грядет. Верю в Бога Авраама, Ицаака и Якова. Я благословляю Израиль, как написано. Понимаете? И... Туда раба! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, Музыканты левиты, знаете, вот мы немножко в нормальном смысле crazy people. Но в нормальном смысле Знаете, ну вот музыкант это не от мира всего Знаете, у него было три сына и один музыкант Два нормальных, один музыкант Но все равно, в любом случае, музыканты Это народ такой чувствительный Но они ой-ой-ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Как они чувствуют Чувствуют И знаете, нас не обманешь Вот я все нормально Мессианская, как бы это все нормально Но, вы знаете У меня был один большой вопрос Когда я вообще был неверующим Я все время думал, что если подошел к зеркалу У меня светлые волосы, значит мой Бог светлый У черных черный У шведов шведский Бог То есть я как-то делил И вообще не мог понять Что такое, кто такой Бог И вообще, иногда мы сегодня говорим Мой Бог, Бог, да, Он Бог Но мы очень слабо знаем Его Иногда мы говорим Вот мы знаем, вот мы знаем Но мы видим, что написано Но мы иногда Его не знаем Мы вообще не можем представить Что такое великий наш Господь И в моей жизни Сначала был вопрос такой Почему много еврейского в Писании? Странно А, так оказывается И еще был еврей Никто не знал об этом Спросите у какой-нибудь бабушки Которая входит в какую-нибудь Я не буду в никакой конфессии Не дай Бог, чтобы я не знал об этом конфессии Но она может для себя открыть и сделать Что Иисус Христос был евреем Можно спросить А кто был? Я не знаю Я 50 лет верующий А Иисус был евреем? Нет, так окей Шведом был? Или кем он был? Он Мессия, понимаете? И для меня сначала был вопрос Вот такой Потом я так смотрю Вот эти некоторые еврейские слова В Ветхом Завете В Новом Завете Встречаются Бог Авраама Бог Израиля Ага Вот так Понимаете? Я начал мозги включать Почему? Ишуа говорил Написано Как читаешь Знаете? Мне нравится Я вот иногда Мы с Аароном ехали Я его Аарон хочу назвать И у Кирилл не идет Нас Кирилл привез Огромное спасибо Я говорю Кирилл Как-то так Кирилл Бен Йосеф Говорю Все Ты должен поменять имя Кирилл А то Митрополит Кирилл Ну это самое Я просто говорю Мы кстати Очень интересную беседу Мы всегда Когда едем в машине Мы разговариваем Потому что мы сами познаем Мы кстати К вам приехали Научиться Да Я вроде приехал попеть Я приехал с Виталиком Который имеет нужду У доктора У меня браки У нас два раза В неделю опыта Но думаю Господи Ну научи меня Чему-то Я же здесь На земле Здесь люди знают Они как-то чувствуют По-другому Поэтому я хочу Я приехал к маме Научиться Чему-то Я не знаю Но вот именно Вот этот Стуит Знаете Интересно Проходит у нас В Америке Интересно Вы же были Да Недавно Интересный момент И когда начинаешь Говорить за Ишо Говорят Мессианское Направление А что это такое То есть Они как-то странно Иисус Христос Терев Спаситель По-русски Мессия Мессия По-английски А как будет Мессия По-имнерски? Мащея Получается Как-то ты говоришь Мессия Мессианская А какая-то церковь Так вот Когда я начал Ходить В мессианскую Общину Несколько пастырей Позвонило мне И говорит Сергей У нас к тебе вопрос Пожалуйста Ты что Поменял веру? Я говорю Да Я стал Кришнаидом Что серьезно? Я говорю Да А как так Как так получилось? Я говорю Володя Я не менял ничего И не меняю И не собираюсь менять Ишоа Мой Спаситель Господь Он грядет И только через него Я попаду К моему отцу Он так Не понял А почему ты Называешь его Ишоа? А как меня мама Назвала? Сергей Ну вот Я Сергей А вообще Что поменялся Ну это как бы Другая тема Ну просто Понимаете Куда я клоню? Мама и папа Его назвали Ишоа Нашего Господа А люди спрашивают Почему ты его назвал? Или почему Мессианская церковь? Они говорят Так а Иисус Христос Это Мессия? Да Так а в чем проблема Тогда Почему есть какие-то проблемы? Почему так Как-то такая? Ну я не знаю Как ответить на этот вопрос Однозначно Мне стало интересно Во-первых Написано Благословляющий Израиль Будет благословен Очень немножко Такая политика Там в Америке Что Люд Такой шухер Какой-то завернулся Стали Много Общин появляться Мессианских И Я не то что говорю Не доброжелатели Ну как бы Доброжелатели То есть они кричат Все Никаких евреев Сегодня нет Один последний лоб Говорит Риксов Что ты Что ты Вот это Панты колотишь Вообще никаких евреев Нет Это никакой Не избран народ Мы избран народ Я говорю Ну Хорошо И конечно Ты избран народ И я избран народ Но А как написано Так что тогда Нет Ничего Ничего нет Ну я не знаю Я хотел вас спросить Ну как бы Есть избран народ Мы избран народ И кто-то В одном написанном месте Вы привиты А там еще есть два слова Бойся и не гордись А бойся Это очень В английском слове Фир Бойся Ты привита Надо разобраться Может быть в корнях Может и я еврей Может там Не знаю Но не в этом дело Еврей или не еврей Самое главное Что мы знаем истину Познайте истину Истину Надо вас сделать Свободой Истина есть И Шоу говорит Я путь истинный И жизнь Все Вот мы и вот И все И поэтому Конечно Мы должны благословлять Для иных остается Субботство Шаббат Мы благословляем Израиль Не надо никакой Войны Вот так вот Я понимаю Я музыкант А для меня это вообще Но настолько немножко Вот я знаю Почему пастор задал вопрос Потому что Как бы Многие люди посчитали Что я вообще полностью Поменял Отрекся От век Я не поэтому Задал этот вопрос Но не важно Хороший ответ Субтитры сделал DimaTorzok